Здравствуйте, в эфире Финам. ФМ я, Игорь Виттель. Это Парадокс с Игорем Виттелем. Телефон в студию на 65 10 99 и 6. Код города 495. Или на странице финам.фм, на странице нашей программы Парадокс. Можете присылать свои комментарии и вопросы. В гостях у меня Руслан Зарасов. И мы сегодня беседуем. Руслан, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской Академии Науки. Все правильно? Все правильно. Беседуем. Тема наша так вот официально называется. Кризис и ответственность экономической науки. Это мы продолжаем заседание нашего марксистского кружка уже, который, видимо, день подряд. Критикуем современную неолиберальную мысль, в данном случае экономическую. Но я думаю, что наш разговор все-таки будет несколько шире этого узкой достаточно темы. Я думаю, что мы вообще поговорим об отечественной науке, о фундаментальной, прикладной, о ее кризисе, о последних событиях в Российской Академии Наук и о том, куда нам двигаться. Руслан, ну давайте начнем действительно, если можно, с вашего впечатления о последних извинениях в отечественной науке. Я имею в виду выбор, естественно, президента Российской Академии Наук. Кризис в Министерстве образования. Как вообще, вот вам кажется, с точки зрения человека, который озабочен, наверное, все-таки будущим страны, куда мы движемся сейчас? Удастся ли изменить тот вектор, достаточно опасный, в котором мы двигались последние 20 лет? Относительно последних выборов в Академии Наук я могу высказать только надежды на то, что это как-то существенно изменит положение в нашей науке и пожелать новому руководству в этом успехов. Но, честно сказать, думаю, что объективные обстоятельства, в которых находится сегодня наша наука, не только экономическая, но вообще фундаментальная наука, как и образование, они очень неблагоприятные. А что именно, на ваш взгляд, было сделано совсем катастрофического за последние годы? Ну, это условные 20 лет. На самом деле, 25 лет мы можем, наверное, вести отчет. Не с апрельского пленума, там, какого, 85-го, по-моему, был год? Ну, где-то с 87-го года, когда процесс перестройки стал необратимым и процессы дезинтеграции, разрушительные процессы стали все более и более очевидны. Вот, подводя итог этих порядка, там, 25-20, может быть, чуть больше лет, давайте попытаемся понять, что именно было безвозвратно утеряно в российской, в том числе и в экономической науке. А что не было утеряно? Что мы можем восстановить? Существует ли вообще такая вещь, как экономическая наука? Потому что один очень нелюбимый мной публицист очень четко вот ситуацию с Гуриевым сказал фразу, говорит, какой смысл, говорит, об отъезде светило российской экономической мысли? Нет, говорит, такого понятия, как либерально-экономическая наука. Это секта религиозная абсолютно. То есть, как бы это вот некий клан единомышленников, которые не воспринимают ничего за пределами своего понимания. Ну, я согласен с последним определением, особенно оно актуально в условиях мирового экономического кризиса, когда неолиберальный мейнстрим практически отказывается всерьез анализировать причины этого кризиса и не способен предложить какие-либо существенные реформы. Но, возвращаясь к началу вашего вопроса о том, что мы потеряли за последние четверть века, я думаю, что самое катастрофическое, как вы выразились, состоит в том, что мы перешли к совершенно определенному типу общественного строя, который совершенно не предполагался в момент, когда были инициированы эти реформы. А именно, мы перешли к периферийному, зависимому капитализму, функции которого в мировом хозяйстве обслуживание своими природными ресурсами и относительно дешевым трудом своих граждан центра мирового капитализма. — Простите, я вас сразу перебью. А можем ли мы говорить, что до этих реформ, до Горбачевских реформ, Советский Союз, не Россия, конечно, Советский Союз занимал другое место в мировой экономике? — Безусловно. Я думаю, что он занимал совсем другое место. И я не хочу присоединяться к тем, кто идеализирует советский строй. В нем были конфликты и противоречия, которые привели к нынешнему безрадостному положению. Но, тем не менее, Советский Союз никак не может считаться периферией мирового капитализма. Советский Союз работал на себя. — На себя, безусловно. — При всех его недостатках, ограниченностях и упущенных возможностях. — На себя. Не был периферией капитализма? — Нет, ни в коем случае. — Но мы не можем говорить, что Советский Союз в мировой экономической модели занимал какое-то место. Советский Союз работал на себя, ну и отчасти на государства, на страны Варшавского блока, либо на единомышленников. Мы кормили какие-то африканские страны, мы кормили Кубу, мы кормили определенные арабские страны. Но говорить о том, что Советский Союз в мировой экономической модели занимал место, такого мы говорить не можем. Мы занимали свое место для себя. — Безусловно. Но если вы под мировой экономической моделью поднимаете только мировой капитализм, тогда вы правы. Из него Советский Союз ушел. Но даже уйдя, он оказывал очень существенное влияние на развитие мирового капитализма. И в частности, благодаря наличию Советского Союза была возможна социалистическая ориентация в третьем мире, была возможна борьба за то, чтобы либо вырваться из периферийного состояния другим странам и народам, либо улучшить свое положение, заставить считаться со своими интересами. — Ну давайте посмотрим на то, как эти страны выглядели в советское время, как они выглядят сейчас. Конечно, социалистическая ориентация — дело хорошее, но есть тоже хочется. В общем-то, давайте посмотрим на Кубу, давайте посмотрим на другие страны, по-прежнему относящиеся к социалистическому лагерю. Давайте посмотрим, как изменилась жизнь некоторых стран социалистического лагеря с их переходом к капитализму. У всех она сложилась по-разному. Говорить о том, что Советский Союз был для этих стран каким-то абсолютным благом, на мой взгляд, невозможно. А если говорить о роли в мировой капиталистической системе, ну смотрите, относительно коммунистический Китай, мы, конечно, не можем считать Китай полностью коммунистической страной, даже социалистической, занимает в мировой экономике надлежащее место, не будучи при этом обслуживающим, скажем так, мы не можем назвать это место обслуживаниями мирового капитализма. Хотя, отчасти, да, но Китай не занимается экспортом своих энергоресурсов, с которыми у него тоже проблема. Китай был в свое время мировой фабрикой, да, обслуживал мировой капитализм, а потом как-то изменил ситуацию, а с нами этого не произошло. Но я не совсем согласен с вашей позицией о влиянии Советского Союза на так называемый третий развивающийся мир. Я думаю, что наличие социалистической ориентации составало альтернативу для этих народов, а судьбы их сложились действительно по-разному. Я имел в виду страны Азии, Африки, Латинской Америки, невосточную Европу, которая была оккупирована в сталинские времена Советским Союзом и принуждена к тому образу жизни, которого не желала. Ну а что касается Китая, то я думаю, что мы в значительной мере в нашей стране являемся жертвами мифа о Китае, ибо в основе экономического роста последних десятилетий этой страны лежал один главный фактор, это эксплуатация дешевой рабочей силы. Только этот фактор уже немножко уходит в прошлое, в Китае уже не самая дешевая рабочая сила, и в качестве мировых фабрик выступают все-таки другие страны Юго-Восточной Азии, там тот же нищий Бангладеш. А Китай, да, действительно, преимуществом Китая была дешевая рабочая сила, только давайте не забывать, что в кризис, как Китай пережил кризис, Китай переориентировался на внутреннее потребление, правильно? То, что не произошло в других странах. Это очень большое преувеличение. Китай не смог, в том-то и проблема Китая, что он не смог переориентироваться на внутреннее потребление. Он компенсировал спад, кризисный спад тем, что за счет наращивания государственного долга, то есть за счет раздувания финансового пузыря, профинансировал бешеный рост капиталовложений. И были построены новые объекты инфраструктуры, новые предприятия, но рассматривать этот факт... Новые пустые города, совершенно верно, это пузырь на рынке недвижимости, но ведь загрузка производственных мощностей в Китае на прошлый год составляла всего 60%, и ее резкое падение произошло именно в годы кризиса. Для кого строятся эти заводы? Это чисто искусственное преодоление кризиса, а вот доля потребления в ВВП Китая остается крайне низкой для индустриальных стран. Но тем не менее, они пытаются, они хоть это пытаются сделать, другие страны просто заливали кризис с деньгами, никто не пытался внутреннее потребление стимулировать, да? Внутреннее потребление не стимулировано в Китае, это капиталовложение, а что касается заливания, то Китай тоже предпринял бешеную первую делу расширения денежной массы. Значит, давайте посмотрим на страны капиталистического блока, скажем так, или посмотрим на ту же Россию, да? Кого спасали в России? Мы сейчас с вами далеко, конечно, ушли от темы экономической науки, но мы просто пытаемся нащупать, мы сразу заспорили о месте России и Советского Союза в мире, да? Да. Давайте посмотрим, как Россия пережила кризис, как пережил Китай, давайте посмотрим, опять-таки не весь Китай, мы понимаем, что Китай это чудовищно расслоенное общество, да? С одной стороны, мы имеем нищих крестьян, а с другой стороны, относительно развитые производства, которые, производство Юга, да? То есть, как бы, существует громадный запас для роста в Китае, существуют громадные проблемы, я с вами согласен. Но не произошло того, что произошло во время наших реформ, правильно? Я думаю, что Китай другим путем пошел по тому же пути перерождения, насаждения капитализма именно зависимого периферийного типа. И это выражается и в том, что Китай фактически остается сборочной площадкой отверточного производства. Давайте тогда термином договориться, что вы имеете в виду под периферийным типом. Вот в России периферийный тип, понятно, мы просто тупо экспортируем энергоресурсы, мы не пытаемся перенести добавленную стоимость на нашу территорию, да? То есть, мы не занимаемся глубокой переработкой, мы не поставляем конечный продукт, мы гоним сырье, правильно? Да, совершенно верно. Так, теперь сравните с Китаем. Добавочная стоимость остается на территории Китая. Нет, вот этого как раз не происходит. Давайте, объясняйте. Хорошо. Дело в том, что если взять пример, который нам покажет, как распределяется добавленная стоимость, то хрестоматийным примером является распределение добавленной стоимости производства айфона, который, ну, у меня данные на 2009 год, конечно, несколько устарели, но, тем не менее, он продавался в Соединенных Штатах за 500 долларов. Из этой величины на долю фирмы Apple, которая не производит ни одной детали для айфона, доставалось 311 долларов. А 172 доллара доставалось производителям узлов и деталей из Южной Кореи, Японии, Германии и других стран. И на долю Китая приходилось всего 6,5 долларов. — Замечательно. В чем проблема? Ну, пусть китайцы изобретут айфон, не будут тупо копировать. — Нет, они не могут изобрететь айфон, потому что суть периферийной экономики. — После выпуска новостей, если не возражаете. — Да, конечно. — Ну, что ж, возвращаемся в историю. Напоминаю, это Игорь Виттер или Парадокс с Игорем Виттерем, а в гостях у меня Руслан Зарасов, и мы обсуждаем экономическую науку. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы беседовали до перерыва, объясните мне, пожалуйста, почему китайцы не могут изобрести айфон? — Дело в том, что сама сущность периферийной экономики состоит не просто в том, что поставляются какие-то товары низкой переработки в страны центра, но они должны поставляться на таких условиях, что цены на эту продукцию должны быть занижены, цена рабочей силы должна быть опущена. — В терминах политической экономии это безвозмездная передача части фонда труда своего населения, значительной части, центру мирового капитализма. И поэтому вы всегда, мы, Россия и Китай находятся в таком же положении, всегда поддерживаем огромный лаг между собой и развитой капиталистической страной, с которой мы вступили в партнерские отношения. — Условием доступа на американский рынок является вхождение в глобальную производственную сеть, в которой доминирует американская транснациональная корпорация. Она обеспечивала патентным правом свое монопольное право, свой контроль над всеми технологиями и производствами с высокой добавленной стоимостью. — Ну, правильно. — И ваша задача в этой глобальной производственной сети — выполнение трудоемких процессов производства за счет дешевой рабочей силы. Если вы будете... — Будет вам лучше транснациональной американской корпорации. Вы думаете, они в Китае будут собирать? Нет, они фабрику в Бангладеше построят. — Ну, пока такого не происходит. — А почему? Вот объясните мне. — Потому что мировая экономика устроена так, что выгоду вы получаете от продажи своих товаров на рынках развитых стран, прежде всего. — Замечательно. — А эти рынки монополизированы. И доступ на эти рынки ограничен, чтобы прямого доступа на эти рынки нет, только через западные рынки. — А что, например, помогло Южной Корее выйти на развитые рынки и заполонить своими машинами весь мир? Ну, китайцы пока еще не заполонили, а вот Южная Корея, пожалуйста, или Япония в свое время. Дешевая рабочая сила в Японии? — Была. — Перестаньте. — Нет, не перестану. А скажу следующее, что это очень хороший пример Японии и Южной Кореи, потому что это так называемое развитие по приглашению. Вот когда говорят о развитии по приглашению, то классические примеры — это именно Япония и Южная Корея. Первоначальный план американцев после оккупации Японии состоял в том, чтобы сделать эту страну чисто аграрной, бедной и не допустить возрождения промышленности. Но все изменила война между Северной и Южной Кореей. И Япония понадобилась. Понадобилась прежде всего как поставщик дешевых, продовольственных и некоторых простых военных материалов для американской армии. Но затем, поскольку разгорелась холодная война, то понадобилось создать под периметру наступавшего коммунизма цепь витринных государств, представляющих с хорошей точки зрения. — Если вы мне объясните, зачем штатам тогда, исходя из вашей терминологии, понадобился Сингапур, например? — Сингапур. Значит, четыре тигра, так называемые, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур — это все развитие по приглашению. Они должны опоясать коммунистический мир и остановить распространение коммунизма. Япония — это главная страна, которая должна была остановить наступление коммунизма. Япония — главная американской база. — Гонконг существовал все-таки до того, да? И Гонконг был развитым государством до того. Англичане сделали из Гонконга развитое государство. Вы еще Тайвань забываете? — Ну, Тайвань — это тоже понятно. — Нет, Тайвань, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. — А, четыре вы назвали, да? — Да, это четыре так называемых тигра или новых индустриальных стран. — Но почему же тогда возникает вопрос? — Китай — та же самая история, потому что конфликт между Советским Союзом и Китаем в 60-е годы был использован Соединенными Штатами с большой эффективностью. Они изменили свою политику в отношении Китая. И знаменитый визит Никсона в Китай, он изменил место этой страны в мировой политике. — То есть вы считаете, что китайцы не могут создать товары с высокой добавленной стоимостью, собственные товары, выйти с ними на рынок условно развитых стран? — Как видим, на сегодняшний день этого не произошло. Китай представлен на рынке наукоемких технологий только сборочными производствами, ключи от которых в Японии и Южной Корее. — Наукоемких возможно, а менее наукоемких нет. Весь мир заполнен китайскими товарами. — Но мы же говорим о наукоемких. — Извините, но прибавочная стоимость на эти товары остается в Китае. И более того, как и обе Китай не было, соглашусь хорошо с айфоном, допустим, вы меня убедили, но рабочие места-то создаются. — Покажите мне американцев, которые создадут сейчас фабрику по сбору любого гаджета в России. Да, они чистой комнаты здесь не найдут. — Разумеется, потому что... — А дешевую рабочую силу как раз могут найти. — Нет, но не такую дешевую и не такую послушную, как в Китае. — Квалифицированная. — Одну секундочку. Тут еще есть слово «квалифицированная». Понимаете? — В России достаточно квалифицированная рабочая сила. — Для того, чтобы собирать гаджеты... Вот у нас, если возвращаться к образованию, на мой взгляд, полностью была разрушена система профессионального технического образования. Рабочих рук, квалифицированных, действительно рабочего человека, квалифицированного, образованного, способного работать на станках ЧПУ. — Да, дефицит, квалифицированная рабочая сила. — Убито полностью, да. Убито полностью. Все кричат, что у нас менеджеров не хватает. У нас не хватает квалифицированной рабочей силы. Поэтому Штаты худо-бедно. Ну, значит, Китай находится, пусть будем считать, на периферии. Но, тем не менее, пользы от этого для Китая больше, чем от России, от ее периферийного положения. — Может быть. Но сегодняшний кризис мировой экономики, он положил конец китайской модели, потому что это экспорт-ориентированная модель. А сегодня рост американского рынка прекратился, и, соответственно, перспективы для дальнейшего роста по этой модели нет. А переход на другую модель затруднен очень сильно, потому что капиталистический предпринимательский класс Китая, он сделал деньги именно на этом типе экономических отношений. Переход к внутреннему спросу означает повышение заработной платы китайских рабочих, что требует снижения прибыли китайских капиталистов. На это китайский правящий класс не идет. — Но вы забываете, что Китай еще накопил громадные финансовые ресурсы. И с помощью этих финансовых ресурсов Китай может себе позволить не экспорт товаров, а экспорт своего капитала. То есть Китай, по идее, сейчас вообще может скупить Европу, вот так вот, в легкую, по крайней мере, южную и восточную, и создать, или вот Африку. В чем проблема-то? Если мы сейчас посмотрим на последние события в мире геополитические, то они легко вписываются в теорию заговора такую, что это все попытки отсечь Китая соединенными штатами и их союзниками от энергоресурсов. Китаю нужны энергоресурсы. Китай рвался, у него были отличные в Ливии. Китай вкладывается во много африканских стран. Теперь посмотрите, что происходит в Судане, посмотрите, что происходит в Ливии. Везде Соединенные Штаты или Катар мешают Китаю. Потому что Китай, тем не менее, со своей периферийной экономикой накопил громадный капитал. А Россия где-то что накопила? — Ну, Россию это... защищать российскую экономику я, конечно, не стану. Но хочу обратить ваше внимание на то, что Китай является главным кредитором Соединенных Штатов. И огромные вложения его в финансовую систему этой страны стали по существу главным внешним фактором разбухания американского финансово-спекулятивного капитала. И, таким образом, симбиоз американской и китайской экономики, он существует в пользу американского финансового капитала. И здесь связаны китайские капиталы. Именно приток китайских денег был главным фактором, который привел к росту ипотечного этого пузыря на американском рынке в 2000-е годы. — Ну, отчасти, допустим, соглашусь. — Ну, таким образом, китайские капиталы связаны с американской экономикой. И они не могут их оттуда вытернуть, потому что, так же, как до этого Япония была главным кредитором Соединенных Штатов, это кредитование американской экономики является условием доступа на американский рынок. — Ну, давайте все-таки отвлечемся от практики и вернемся к теории. — Давайте. — Существует ли вообще экономическая наука как таковая? То есть та наука, которая действительно способна описать происходящее и отчасти предсказать происходящие процессы? Либо 2008 год показал нам все — баста-карапузики, кончились и танцы. — На этот вопрос я не могу ответить однозначно. Прежде всего, надо, мне кажется, учесть, что экономическая наука имеет дело с материальными интересами. И поэтому правящий класс любой страны ставит в качестве главной задачи перед экономической наукой... — Легитимизацию собственной власти. — Абсолютно. Правильно. Ну, перед экономической наукой, прежде всего, доказать легитимность притязаний правящего класса на прибыль, на распределение национального дохода. И следующая функция, познавательная — объяснить, как устроена экономика и как ее изменить к лучшему. — Но это приближенная экономика. — А строго в рамках этой главной системы ценностей. — Хорошо. Альтернативная у нас экономическая наука тогда существует? — Во-первых, извините, если задача, которая ставится перед наукой, если она исключительно обслуживая правящего класса, ну, не могут же правящий класс приказать физикам, например, сказать, что, ребят, давайте у нас тут немножко изменилась концепция, поэтому вы нам как-нибудь отмените второй закон Ньютона, например, да? А экономистам, оказывается, можно. То есть экономика — это не наука. — Я бы так сказал. Мейнстрим экономической науки — это прежде всего идеология с элементами науки. Я не могу сказать, что неолиберальный мейнстрим вообще никогда ничего по частным вопросам не сказал верного. Но он основывается прежде всего на защите материальных интересов правящего класса. Это его главная функция, и под это заточены ее главные теоретические модели. — То есть мейнстрим экономической науки в настоящий момент — это как научный коммунизм при Советском Союзе? — Абсолютно. Абсолютно верно. — Вы же коммунист. Как вы можете на научный коммунизм ходить? — Ну, я марксист, я бы сказал. И у меня большие счеты со сталинизмом и с официальным марксизмом-ленинизмом. — А с экономической науки, вот с научным коммунизмом, с тем, что преподавали? — Ну, в научном коммунизме были элементы, представляющие интересы. Это то, что трактовалось на основе работ классиков. Но вот эта апологетическая часть, доказательство того, что Советский Союз во всех своих чертах был воплощением мечты трудящихся и многих поколений борцов за социализм, это, конечно, было выполнением чисто идеологического заказа. — Ну, то есть вы просто обижены, что сейчас не марксизм оказался в мейнстриме экономической науки, а оказался не либерализм. — Ну, как видите, я критикую советский мейнстрим. — Ну, хорошо, я понимаю, мы с вами оба видим, хотя я не могу сказать, что я фанат Советского Союза, я определенные вещи в нем все-таки ценю. Ну, то есть мы как бы сейчас со своей периферией немножко пытаемся гавкать на неолибералистов, потому что они оказались у власти. — Ну, можно так сказать, но я думаю, что альтернативные школы не сводятся только к марксизму. Даже если взять удельный вес работ, то, например, левое кинсианство, которое не очень удачно назвало себя посткинсианство, оно более крупное даже, чем большую литературу создать. — Об этом после выпуска новостей буквально через минуту. — Ну что ж, возвращаемся в студию, где мы беседуем с Русланом Зарасовым о судьбах экономической науки. — Руслан, вопрос тогда следующий. — А существует ли еще некая отечественная экономическая наука, помимо неолиберального мейнстрима? И вообще существует ли мировая экономическая наука, которая как-то способна описывать действительно не на потребу правящему классу, да? Которая, между прочим, в каждой стране своя. Китайская экономическая наука, кстати, существует? — Конечно, существует. — И как она это все описывает? Я просто не очень знаком с трудами китайских экономистов. — В китайской экономической науке, на мой взгляд, много очень положительного, потому что она продолжает разработку проблем планирования, сочетания плана и рынка. Вот такую тематику. И ищет свой путь к тому, чтобы обеспечить успех своей страны. И такие направления есть, безусловно, и на Западе. Это, как я уже сказал, левое кинстианство, это марксисты, это целый ряд других направлений. Ну, может, называть их не буду, потому что их название ничего не скажет. Но 5-6 крупных школ мировой экономической науки существует, которые противостоят мейнстриму. — Но, тем не менее, эти школы, они смогли как-то описать модели, предсказать кризисные явления? — Безусловно. Более того, они за десятилетия до начала этого кризиса, они начали анализ тех процессов, которые привели к кризису, предсказывали, что вот это приведет к кризису. И, более того, то, что надвигается мировой финансовый кризис, на это обратили внимание и некоторые течения в мейнстриме тоже. И в последние, особенно 10-15 лет, литература о приближении мирового финансового кризиса, хотя и с разных позиций идейных, она нарастала буквально как снежный ком. — Ну, вы знаете, я знаю как минимум, лично знаю как минимум двоих людей, которые утверждают, что они предсказали кризис, с которыми я достаточно близко общался, это Хазин и Нуриэль Рубини. И я не могу сказать, что это некое течение, ну, про Михаила Леонидовича говорить не буду, но как бы тоже назвать его гением экономической мысли вряд ли мы с вами сможем. То есть он своими словами как-то описывал или пересказывал в рамках, скорее, ну, не марксистской, но близкой к тому парадигмы. А с другого конца, вот, мне кажется, случайно предсказавший Нуриэль Рубини, я с ним достаточно много общался лично, и он тоже не производит у меня впечатление выдающегося экономиста и какого-то провидца. — Но дело в том, что для того, чтобы предсказать наступление этого кризиса, не предсказать дату, я думаю, что дату предсказать очень трудно. — Безусловно. — Но на уровне таких основных процессов, вот такие и такие процессы происходят, которые неизбежно ведут к кризису. Вот для этого не надо быть выдающимся экономистом, потому что целый ряд школ и направлений в мировой экономической науке это разрабатывали, и человек, который знаком с литературой, который систематически читает, он это знал. И думаю, что перечисленные вами люди — это вполне грамотные, читающие, знающие, и книги такие доходили даже до России. Просто даже в 90-е годы публиковались такие книги. Но я хорошо помню, что... — Например, вы можете примерить? — Конечно. Ну, например... — Линдон Ларуш. — Ну, Линдон Ларуш — это один из них. Но если взять, допустим, американских марксистов, то в 1952 году была опубликована книга Джозефа Стейнделла «Зрелость и американская экономика». И он там показал, что на волне послевоенного подъема идет такая концентрация производства и капитала, что она восстанавливает условия, приведшие к Великой депрессии. В 70-е годы Стивен Хаймер опубликовал целый ряд работ, в которых показал, что ТНК американские начинают переносить производство за рубеж в регионы с низкой оплатой труда. Это приспособление к стокфляции 70-х годов. Оно неизбежно ведет к кризису, потому что по определению создаются новые заводы, чтобы платить людям меньшую зарплату. Значит, наступит момент, когда заводов понастроили много, а рынок сбыта слишком узкий, ибо зарплата слишком низкая. И это будет в масштабах мирового хозяйства. В 87-м году последнюю свою книгу опубликовал Пол Суизи, американский марксист, которая анализировала уже во всю проблему финансиализации. И он показывал, что в конечном счете реакцией на стокфляцию 70-х годов стало замещение производственного капитала финансовым. И оно происходит в таких масштабах, что наращиваются долги всемирные. Наступит момент, когда эти долги не смогут платить, и дело закончится кризисом. Ну и целый ряд. А дальше уже в 90-е годы таких авторов становилось все больше. И появились такие авторы и со стороны посткинсианства. Например, замечательная книга была «Грейдер» 97-98 годов. Это ваш коллега, он журналист, он главный редактор журнала «Роллинг Стоун». Он целую книгу посвятил этому обстоятельную, тому, что грядет новый кризис. Ссылался там и на Маркса, хотя он мыслит в терминах кинсианства. Наконец, в 90-е годы и правые кинсианцы этим занялись. И появились работы, например, Капстейн, такой правый, но очень интересный экономист, который взялся за проблему рабочих и показал, что глобальное снижение заработной платы происходит в мире и сдерживается ее рост в развитых странах из-за эксплуатации труда периферии. И это ведет к кризису. Разрыв социального контракта происходит с рабочими, на котором покоилась послевоенная демократия западных стран. И это приведет к непредсказуемым последствиям. А русские-то? У нас после 20-х годов, то есть после погрома, первого погрома российской экономической мысли, на слуху остался так у публики, который хотя бы что-то читает, только Кондратьев. То есть вместе с Кондратьевым, который до сих пор в мире ценен в России, Кондратьевские волны, по-моему, уже никто и не помнит. Нет, в России это переживает подъем сейчас тоже. Ну, в последнее время, да? В последнее время, да. Но российская экономическая наука была разгромлена. Как марксистская, так и не марксистская. Все было разгромлено, да? Нет сомнений. Причем громили и в 20-е, и в 30-е, и в 50-е, добивали в 70-е, и окончательно уничтожили в конце 80-х. Ну, последние 25 лет российскую экономическую науку снесли, да? То есть, да простит меня Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской Академии Наук. Но экономики и науки у нас, к сожалению, не осталось. Ну, я бы сказал так, что в после... Хотя, простите, я тут должен поправиться. Руслан Семенович вот просто на глазах сейчас начинает леветь и приходил сюда, вот сидел на вашем месте вместе с Бузгалином, известным марксистом. И как раз они проводили международные экономические форумы, даже вот как бы наш либеральный эстеблишмент начинает леветь и осознавать, что в современном мире традиционными уже средствами последних лет, мейнстримовыми средствами, ни кризис, ни состояние современной экономической науки, ни состояние мировой экономики не описывается. Да. Ну, Руслан Семенович, насколько я знаю, он себя подает как социал-демократа. Ну, теперь уже, да. То есть, как бы, человек, который находится в эстеблишменте, но, тем не менее, левеет на глазах, скажем так, что не может не радовать. Да. Но я думаю, что все-таки в послесталинский период некоторое оживление нашей экономической науки в 60-е, 70-е годы происходило. Ну, в 50-е, 60-е, так скажем. В 70-е опять началось чувствоваться очень сильное давление идеологии. И те школы, ну, не такого уровня, как в 20-е годы, но определенные школы и направления стали складываться. Ну, я могу назвать, допустим, школу Еременко в Академии наук в Институте народно-хозяйственного прогнозирования, школу Кранродова в Институте экономики, школу Цаголова в МГУ. Они не были такого высокого уровня, как в 20-е годы. Георгия Цаголова, имеете в виду? Нет, его отца, Николая Цаголова. Но они подготавливали платформу, на которой можно было подняться дальше. А потом наступил обвал, потому что господство неоклассического мейнстрима, хотя оно, к счастью, не сопровождалось арестами и расстрелами, как в 30-е годы, но по масштабам погрома, собственно, науки, оно может сравниться с тем, что было тогда. Эти школы практически разгромлены, смятены, и от них остались только отдельные представители. Но, понимаете, когда говорится о погроме российской науки и, допустим, о снижении финансирования, где-то упало финансирование в 20 раз, где-то в 40, ну, я понимаю, для прикладной науки типа электроники это, конечно, трагедия. Для теоретической науки, ну, где требуется, допустим, для ядерной физики это трагедия. Экономическая наука не требует экспериментов дорогостоящего оборудования и так далее. Мысль-то не убивает. Помните, как был старый анекдот про дворника, похожий на Марс? Говорит, борду-то я сбрею, куда умище девать? Так умище-то куда делся? Я понимаю, что, конечно, есть хочется, и ученые, наверное, уходили либо в смежные области, либо эмигрировали. Но, тем не менее, наука-то на месте не стояла. Если взять экономистов, то значительная их часть, наиболее молодые, энергичные, образованные, ушли в бизнес. Меньшая часть на государственную службу. Но и зарплата имеет некоторое значение даже для экономистов и теоретиков, потому что, если посмотреть на наши академические институты, то очень мало молодых специалистов. А наука двигается молодежью. Но есть более важные обстоятельства. Я согласен с вашей постановкой вопроса. Есть гораздо более важные обстоятельства, чем деньги. Востребованность. Востребованность. Экономисты живут в обществе, держат нос по ветру. И есть такая проблема, как невосприимчивость общества к поиску истины. По существу экономисты живут в таком обществе, которое распалось на отдельных индивидов, стремящихся, кто выжить, кто может преуспеть как индивид. Фактически, какой-либо серьезной борьбы в нашем обществе за перемены, за то, чтобы противостоять той исторической катастрофе во власти, которой мы оказались. За то, чтобы найти выход для нашей страны и добиться более достойного ей места нет. И на это реагируют экономисты тоже. А это просто, Руслан. Вот я сейчас немножко в сторону уйду от этого. Я сегодня случайно приехал намного раньше, чем обычно приезжаю на студию. И решил пойти прогуляться до книжного магазина, доперекусить. У нас прямо, если вы не знаете, ровно за углом Российский экономический университет имени Плеханова. Так называемая Плешка. И я вижу молодежь, очень приличную, с горящими глазами. Правда, очень много курящего. Я пока прошел, мне дурно стало. Но, тем не менее. Да, вот стоит огромная толпа молодежи. Там, видимо, экзамен. То есть люди туда зачем-то идут. Я понимаю, что Плешка, это такой, всегда считался Таргашевским институтом. То есть экономика не с точки зрения науки. Но чему-то их там учат. У меня вот вопрос, чему? Существует ли у нас вот эта экономическая мысль? Я знаю, что был разрушен весь профессорско-преподавательский состав. Кто-то по возрасту, к сожалению, уже нет. Огромный провал был действительно вот этот 80-90-х годов, когда люди уходили. Кто и чему учат сейчас? Вот чему учат в экономическом университете? Мне страшно интересно. Может, вы знаете? Помимо прикладных вот этих исключительно Таргашевских дел. Немножко я преподаю. Правда, не здесь, а в МГУ. Поэтому так немного представляю, чему учат. Учат преимущественно и в основном вот этим, как вы выразились, Таргашевским наукам. Преподавание бизнес-дисциплин существенно улучшилось по сравнению с советским временем. Там менеджмент, бухгалтерский учет и так далее. Появился целый ряд и много даже специальностей и направлений, которые в советское время не преподавались. Но зато колоссально деградировала наука как таковая и преподавание тех дисциплин, которые учат самостоятельно мыслить, которые учат оценивать экономику в целом, разбираться в том, развивается она или деградирует. Макроэкономику, мировую экономику, это все разрушено. Представление о том, что такое капитализм, что такое социализм, рынок и планирование, это все просто начетничество. Вот этот неолиберальный мейнстрим в его примитивной такой форме, очень усеченной, примитивной, индоктринируется. Человек усвоил несколько нехитрых постулатов и дальше долбит свой бухгалтерский учет и все. А большинство студентов, к сожалению, приходят сегодня учиться в экономический вуз только чтобы получить пропуск в средний класс, пропуск в лучшую жизнь, чтобы сделать деловую карьеру. Для этого не надо разбираться в устройстве мирового хозяйства и понимать историю мирового капитализма, да разбираться в особенностях советской экономики. Это все лишние знания. Для этого нужно овладевать конкретной прикладной специальностью, которая принесет капиталисту деньги. Послушайте, Руслан, в советское время экономический факультет МГУ и прочие, да, помимо прикладных специальностей, а вот именно те, кто изучал науку, ну это тоже было чудовищно догматическое. Откуда взялось бы действительно экономическая мысль, когда она никогда не доходила в России, там, ну за последние 50-70 лет до реального преподавания? У нас не было свободной мысли, она была в подпольных кружках. Ну я как раз... Ну после выпуска новостей, да. Да, начнем с этого. Ну что, возвращаемся в студию, где мы с Русланом Зарасовым обсуждаем российскую экономическую мысль. Знаете, мне понравилась сейчас новость, которая прозвучала о том, что Международный валютный фонд признался, что ошибся с Грецией. В нем Международный валютный фонд, ну если, конечно, избавиться от его демонизации, я все время несколько статьй об этом написал, что... Подробно объяснял как раз, как они разоряли страны. Но если избавиться от демонизации, да, и в рамках дихотомии подлецы или идиоты, выберешь, что они все-таки идиоты, да. Они мне начинают напоминать старый анекдот про Равину, у которого осталось, что, знаете, много интересных идей. Когда он советовал пришедшему к нему старому еврею, как у него куру дохнут, он говорит, ну насыпем зерно треугольничком. Он говорит, все оно дохнуло, говорит, кружочком попробуй, все оно дохнуло, на квадратик. Он говорит, уже все передохли, жалко, у меня еще столько интересных идей оставалось. Так вот, у Международного валютного фонда, я надеюсь, идей больше нет, пусть они уже наконец прекратят издеваться. Ну, кстати, в Греции сегодня альтерфорум начинается, да, такой антиглобалистский. И я боюсь, что дело кончится еще хуже, чем в Турции, так что мы сейчас в ближайшие пару дней, где-то к субботе, можем увидеть уже начало Европейской революции. Ну, вернемся все-таки к нашим, да? Да. Подпольные кружки, марксистская экономическая мысль, ну, конечно, не мейнстримовская, настоящая, с одной стороны, да, настоящая марксиста. Прозападники, все сидели в одних подпольных кружках по тюрьмам или в миграции. Никогда это не доходило до преподавания. — Я не согласен с однозначной оценкой советского образования, особенно в МГУ, где я как раз учился в начале 80-х годов. — Мы с вами в одно время учились, да. — Безусловно, было господство официальной догматики, и этого просить нельзя. Но в то же время, по крайней мере, в МГУ, был хороший уровень марксистской культуры. Правда, 19-го века. И такое образование, как изучение логики Гегеля, текстов Маркса, из фундаментального курса истории экономических учений мировой. И это было очень существенное взрывание. — А вот либеральная экономическая мысль, которая в тот момент была актуальна достаточно, была полностью под запретом. — Да, это верно. — А нам нужен весь спектр, понимаете, у нас не должно быть мейнстримовской, у нас полифония, пусть расцветают тысячи цветов, как говорил наш вождь и учитель, товарищ Мао. — Правильно, но дело в том, что вы-то начали с того, что сравнили сегодняшнее образование в этой области с советским, так вот, та культура, которая в советское время была, несовершенно, ее надо было развить дальше, она утрачена. Вот в чем дело. — Я понимаю, нет, извините. — Лично студенту современному не дают аналогичного знания философии, истории, политической экономики, которые давали в советское время. — Мы когда говорим об утрате профессорского преподавательского состава, да, там, я понимаю, в физике Жерес Алферов, да, ну, понятно, что, как бы, он есть, да, это человек, который не зависит от идеологии. А если зависит, там, Рой Медведев, там, например, можно вспоминать. А в идеологических науках, ну, как человек, который всю жизнь преподавал научный коммунизм, мы видели, как человек, главный редактор журнала «Коммунизм», по-моему, был, да, Игорь Тимунович у нас к теме был, да, человек, взращенный... — Ну, не главный редактор, он там отделом заведовал, потом в правде. — Да, ну, неважно сейчас, то есть люди, взращенные, как бы, на классической марсинской мысли, при этом решили немножечко поэкспериментировать с тем, что они усвоили некоторые нехитрые трюки, не осознав всей ее глубины, и поэкспериментировали над целой страной. Так откуда возьмутся те люди, которые будут преподавать сейчас? Они не могли этого преподавать. Наоборот, как раз сейчас есть надежда, что вырастут новые, незашоренные. Только страна не востребует новых, незашоренных людей именно, ну, может, с Запада приедут. В биологии Северинов Костя приехал, да, начинает здесь чего-то делать, там, опять-таки, в неких точных науках. Приехали люди, может, действительно, экономисты с Запада русскоговорящие обратно потянутся? — Потянутся из Запада и вырастут и здесь, появляется и мыслящая молодежь сейчас, но в том случае, если изменится внутренняя обстановка в нашем обществе, если они увидят, что в этом есть потребность, если они увидят, что страна воспрянула и пытается преодолеть, так сказать, свою печальную судьбу, вот тогда, безусловно, можно ожидать и подъема экономической науки тоже. — Ну вот сейчас, как бы, там, Гуриев уехал, да, вся вот эта погрома идет, действительно, людей близких к делу Юкоса, да, которые экспертную оценку заказывали. Даже я, там, со своей нелюбовью к нашей оппозиции вынужден признать, что, по-моему, власть окончательно сошла с ума и громит уже людей, которые достаточно безобидных. Не знаю, зачем, но на их место-то кто придет? То есть, как бы, неолибералы либо сейчас уйдут в эмиграцию, либо посадят, ну, либо просто притихнут. А кто же будет востребован тогда нынешней власти? — Ну, я не знаю, можно ли так ожидать, что посадят. Мне кажется, что за неолиберальные взгляды в России уже давно не сажают. — Нет, за сами взгляды нет, но дело в том, что эти люди были использованы для легитимизации, там, того же Юкоса, да, властью были использованы сначала для одного, а потом для другого. Сейчас они власти не нужны, ну, едут за границу, не обязательно посадят. Вот Гуреев испугался, там, теоретической посадки. Я его могу понять, никому не хочется сидеть в российских тюрьмах. Это абсолютно нормально и понятно. Если у человека есть возможность уезжать и между уехать и остаться, как бы, и сесть в тюрьму, естественно, он выбирает первое. Но, я понимаю, погром не погром, но некое замещение с одной стороны, а с другой стороны, ну, в конце концов, государство должно понимать, что сейчас требуется новый подход к экономике в стране. Кто-то же должен это? Ну, боюсь, что здесь надежды на то, что государство это поймет, немного. Потому что государство находится во власти вот этой сложившейся общественной системы. И выйти за ее рамки оно явно не способно. Что же касается бегства отдельных крупных неолибералов, то я думаю, что у неолибералов кадровый резерв молодых, образованных на Западе и готовых заместить любые должности, он не истекает. То есть парадигмы не изменятся? Нет, думаю, что нет. И надежды на то тогда, естественно, что какие-то светило экономические мысли русскоговорящие, которые придерживаются не мейнстримовских взглядах, вернутся в Россию или вырастут здесь тоже, соответственно. Ну, в обозримом будущем я этого не вижу. А зачем государство все-таки же какие-то трюки делает? Там Глазеву показали слухи о Глазеве назначения постпредседателя ЦБ. Зачем как бы не мейнстримовские государства откуда-то достает как-то перчаточную куклу и издалека показывает? Мне кажется, что это связано с тем, что поскольку положение и в мировой экономике, и в российской экономике ухудшается, то надо перед людьми демонстрировать, что идет какой-то поиск альтернатив. Надо попытаться дистанцировать себя от тех непопулярных фигур, решений, от тех кругов, с которыми население связывает экономические беды России. Вот для этого это делается. А что это серьезный какой-то стратегический маневр, признаков этого пока, к сожалению, не видно. А вы можете назвать вот сейчас примерно количество, на ваш взгляд, действительно серьезных российских экономистов, не мейнстримовских, которые существуют в России? Ну, примерно, по ощущению. По ощущению, это такое критически мыслящее меньшинство. И, по моему ощущению, в последние несколько лет, ну, после начала мирового экономического кризиса, это критическое меньшинство усиливается. То есть, мне кажется, кризис стал очень важным источником разочарования в неолиберальном мейнстриме, и больше людей ищут альтернативу. А где эти люди сконцентрированы? Ну, понятно, что в Москве это скорее МГУ, да, потому что это один из таких немногих противовесов и высшей школы экономики, российской экономической школы. А в других городах у нас есть, остались какие-то центры притяжения? Раньше там было понятно, что это Москва, Питер, Новосибирск, да? Ну, мне кажется, что в региональных университетах тоже возникает такой слой. Это связано еще и с тем, что регионы живут намного хуже, чем Москва. И критическое отношение к сложившимся в стране строю в регионах на порядок выше, чем у нас. Я бы все регионы одной краской не мазал, знаю регионы, которые лучше Москвы живут, и всяко разнообразнее. Ну, это все-таки исключение. Почему? Ну, что это за регионы? Ну, это, наверное, нефтедобывающие регионы. Нет, абсолютно нет. Нефтедобивающие регионы, они все-таки, может быть, там, материальное положение людей неплохо, но общая социально-экономическая инфраструктура, она чудовищна. И депрессивна. Ну, там, в Тюмень я точно больше не могу. Ну, прекрасно, Ростов, Краснодар, у нас юг России просто отчасти даже, я бы сказал, цветет. А есть отдельные движения, как это не смешно, на Дальнем Востоке, да? Казань, Казань абсолютно, мы на днях говорили, для меня это вообще другая страна, Татарстан. И вы можете сказать, что там лучше, чем в Москве? Да, в Казани, безусловно. Люди живут лучше, чем в Москве? В Казани во многом лучше живут люди, чем в Москве, конечно. Ну, тогда вы лучше меня знаете, знаете страну. Нет, я могу вам перечислить еще 50 депрессивных регионов, где люди живут чудовищно. Вот, ну, тогда их больше. Мы с вами все-таки по одну сторону баррикад, да, безусловно, их больше. Но, тем не менее, Москва, по счастью, у нас уже больше не центровая, видимо, страны. Голова, как вчера, вот, Василий Калташов говорил, голова не распухает. Потому что у нас тут слишком много концентрируется. Но, на ваш взгляд, все-таки выход сейчас из ситуации где? То есть, что может заставить власть сделать некий поворот в сторону от грядущей очередной волны кризиса? На мой взгляд, внутренних импульсов внутри нашей страны для этого нету. Или они очень слабые, недостаточные. И мне кажется, что заставить власть существенно как-то изменить свою стратегию может только развертывание мирового кризиса. Обозрение, обострение положения в мире, которое идет следом за обострением мирового кризиса. Но это очень может обернуться трагическими и непредсказуемыми последствиями. Например? Ну, например, новая волна кризиса может привести к разорению целых стран и к тому, что нарушится мировая торговля. И к тому, что могут обостриться международные конфликты, борьба за энергоресурсы, например. Я думаю, что по большому счету мир сейчас находится примерно в таком же положении, как в начале 20 века. То есть впереди какие-то очень крупные потрясения, масштабы которых и направления которых мы не можем себе представить. А вы не знаете, кто преподавал экономику нашего премьера, который заявляет, что кризиса подобного 2008 года мы больше не ожидали? Кто это светило мысли экономической в Ленинградском государственном университете? Я понимаю, он там учил и республиканцию. Да, я не знаю, но я читал, что его научным руководителем был Анатолий Собчак. Учился он где-то уже в начале 90-х годов и явно ему преподавали неоклассический мейнстрим. То есть именно поэтому у нас сейчас премьера считает, что кризиса не будет. Но нам остается только пожелать ему и текущему правительству удачи в их текущих заблуждениях. Нам же пожелать, видимо, терпения. И, как мой коллега Степан Димура советует запасаться наличным золотом, тушенкой, палатками, чем еще средствами спасения. А, кстати, когда вы ожидаете следующую волну кризиса? Я дату эту предсказать не берусь. Ну, примерно. Ну, в обозримом будущем это... Обозримое будущее это что, 2-3 года, 10? Да, нет, не 10. 2-3 года. Ну, я надеюсь, что все-таки через 3 хочется подготовиться более основательно. Но передача у нас на этом подошла к концу. Я напоминаю, что в студии у меня был Руслан Салтанович Дзарасов, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской Академии Наук. Я Игорь Виталь. Завтра в то же время удачи и берегите себя. Руслан Салтанович Дзарасов,